Привет, друзья, это проект Русская Америка, меня зовут Юрий Моша. Я сейчас вам расскажу про два стартапа, которыми я тоже начал заниматься. Это никак не связано с тем моим основным стартапом про недвижимость. Эти стартапы два, я в них не владелец, их делал другой человек, и я просто ищу для этого человека инвестор. Ну, просто он как бы занят там своими проектами и не может этим заниматься, плюс он больше творческая личность, чем бизнесмен, наверное, так можно сказать. Ну, как бы каждый заниматься должен своим делом. Мне же, наоборот, как бы приятно искать деньги для проектов, которые мне понравились, например, и я сразу с удовольствием за них взялся. Сейчас вам скажу. Итак, один проект, он посвящен ночным клубам. Ну, что-то типа геометрии, да, как российская геометрия есть, известный стартап. Парадокс, что в Америке такого вот общефедерального проекта типа российской геометрии не было. Вот. И как раз вот этот стартап, он, по идее, должен стать таким проектом. Есть проекты по штатам, есть проекты по городам, но вот такого общефедерального глобального проекта, где фотографии в клубах, видео из клубов, этого нет. Плюс, он очень сильно его доработал. То есть, идея вообще супер гениальная. Если это все осуществить, но на самом деле это уже работает. То есть, это не просто там, как бы, концепция начинающего проекта. Да, этот проект уже работает. Я, наверное, не смогу сейчас вам выложить пока линк под видео. Я сделаю это чуть позже. Отдельный сюжет сделаю про вот уже проект. Прям покажу его на компьютере. Ну, по определенным причинам не могу. Чисто там по договорным обязательствам. Ну, в ближайшее время я расскажу о проекте более детально. Но сейчас в двух словах. Так вот, что он придумал? То есть, кроме того, что будут фотографии, видео с клубов, можно будет покупать билеты, там, смотреть анонсы, где какой диджей выступает и так далее. Когда ты приходишь в клуб, в клубе играет громкая музыка. Познакомиться в клубе очень сложно. Ты нажимаешь на кнопочку на телефоне, что ты находишься в этом клубе. В аппликейшене, в этой программе, в этом стартапе. И если там в клубе, например, 500 человек, может быть, еще там 20 человек пользуются этим стартапом тоже. Они тоже нажимают кнопочку, да. И выходит профайл о тебе, и ты пишешь дальше, что ты хочешь. Ты хочешь, например, познакомиться с девушкой. Или там встретиться потом вместе после клуба и пойти там на автопати. Или там встретиться в другой день и, ну, с теми людьми, которые сейчас в клубе, и послушать этого диджея там в другом клубе он будет играть. Ну, то есть, там как бы пишешь, как бы, функцию какую-то. И он тебе делает линки, да, с этими людьми. То есть, он тебе пишет, что такое же количество из этих 20 человек, которые там зачекинились, тоже хотят там 5 человек познакомиться с друг другом, допустим, да. Или там 10 человек хотят закончить это мероприятие и поехать на автопатию в другой клуб. Все. То есть, там громко музыка, да, играет. Ты не можешь подойти, как бы, иногда поговорить даже с человеком. Даже если вот девушка за баром, которая тебе понравилась, ты будешь с ней говорить, она будет тебя не слышать. Ну, если это клуб, в котором диджей играет, то вероятность, что вы услышите друг друга очень маленько. Так вот, а таким образом вы можете списаться и все там выйти, там, 10 человек и поехать на автопатию или там познакомиться завтра с девушкой, которая, как бы, тоже отметила, что она была в клубе и ты ее увидел, допустим, но не смог с ней поговорить. Это, по-моему, очень замечательно. То есть, ты можешь смски попереписываться. Повод знакомства, то есть, в одном месте, а представьте, если это огромный стадион, на котором будет концерт. Да там 600 человек зачекинется, вот тебе и 600 человек, пожалуйста, знакомство по интересам. Пожалуйста, девушка, пожалуйста, общая музыка, пожалуйста, кто-то может там на фильм вместе пойдет и так далее. То есть, вот такой проект. Я думаю, что у проекта огромное будущее. Аналогов в Америке мы не нашли. Есть аналоги, где, например, только фотографии или только музыка из клубов. Но вот чтобы это был комплекс, такой микс всех этих функций, которые есть в этом стартапе, этого нет. Конечно, я с удовольствием взялся. Мне он очень, этот хозяин стартапа, он русский парень, на самом деле, который уехал в Америку, живет он в Калифорнии. Хозяин стартапа меня, как бы, заинтриговал. Интриговал, и я, конечно, взялся с двумя руками за этот проект. И я думаю, что вот в ближайшие, как бы, дни, как только мы закончим там юридические вопросы все, мы начнем ездить по инвесторам, пока по Нью-Йоркским и Бостонским. Ну и в начале декабря я все-таки, наверное, запланировал, думаю, что все получится. Постучу. Полететь в Силиконовую долину. Там тоже, как бы, будем заниматься уже тремя стартапами. Я сейчас расскажу чуть позже про второй стартап, который я взял для поисков инвесторов. И первый наш, как бы, о недвижимости. Ну, если пока мы не найдем здесь деньги, то, значит, будем искать продолжать в Силиконовой долине. Пока у нас были предварительные договоренности с одним из вестров, но пока деньги мы на руки не получили. Говорят, только получим, я обязательно об этом расскажу. Ну, не все так быстро. Продолжение следует...